Привет, друзья! Только установил камеру, собрался сделать ролик, рассказать вам о новости, связанной с Мексикой. И пришли коммунисты с красными флагами. Я так понимаю, они сейчас будут кричать? Обратил внимание, здесь никто никого не ущемляет, не разгоняет. ЛГБТ выходит, коммунисты выходят, оппозиционеры выходят. И они спокойно проводят свои мероприятия. Еще ни разу не видел, чтобы здесь, в Мексике, кого-то арестовывали. Нам в комментариях пишут в Инсте, что же мексиканцы сами на убежище не подают. А есть ли у них основания для подачи? Вопрос. Итак, друзья, коммунисты прошли, переместились на ту сторону площади Цокола. Скорее всего, поближе к уличной идее я делал недавно видео, год назад, о кафешечке, который находится вот там. Отсюда 350 метров, вкусная еда. Картошечка, соус авокадо, лепешечки, тахос. Всем рекомендую. Площадь Цокола – это центральное место в городе Мехико-Сити. Это столица Мексики. Для нас это транзитная зона. Рейсы из Канкун, из Гватемалы. Кстати, есть такое место – это Апачула. Находится между… Это граница между Мексикой и Гватемалой. Там даже есть свой аэропорт. От Гватемала-Сити – это 500 километров, 5 часов езды на автобусе чуть больше. От Мехико-Сити больше. Лететь где-то час-час двадцать. Мы там были. Тот самый мост, на котором все вопросы решаются. Кстати, Гватемала-Сити – неплохой город. Сделаем отдельно плейлист. Просто у нас был план по видео, но так как сегодня 12 сентября, мне ребята с утра прислали ссылочку на аккаунт президента США Дональда Трампа в Твиттере, где он прям большими буквами радуется, что они победили. Верховный суд победил, а Джон Тигер – это судья окружного суда штата Калифорния, Девятый округ, Сан-Франциско проиграл. А это как раз этот судья, который работает на иммигрантов, который отменил решение Трампа о том, что теперь люди, которые приезжают в Мексику, должны подавать по идее администрации Трампа на убежище здесь, в этой классной стране, в Мексике. Хотя отменили только в Девятом округе, то есть он смог отменить в Калифорнии, в Аризоне, в Нью-Мехико и в Хуарес все работало так, как было запланировано Трампом. То есть сейчас в настоящий момент там все так же и работает. То есть в Хуарес и в Техас, граница с Нью-Мехико, туда ехать сейчас не нужно. Там другой судебный округ и другие правила. Что я могу сказать по этому поводу? Я так думаю, ко мне еще будут люди обращаться, чтобы я прокомментировал эту ситуацию. Я сразу же после того, как получил ссылку, прочитал, вник в эту во всю идею, что да, Верховный суд отменил. Я, конечно, восхищен тем, что обычный судья может отменить решение президента. Для меня это, ну, для меня как для юриста, это реально загадка. Как такое вообще может быть? Из-за этого я очень уважаю США и законодательство Америки. Вот. Я перешел на сайты правозащитных организаций, на Союз гражданских прав и свобод. Эта организация существует уже больше 70 лет. Они отменяли многие решения разных администраций, вносили поправку в Конституцию. Ну, они говорят о том, что... Адвокаты этой организации говорят о том, что все это временно, что они не допустят, несмотря на то, что есть уже решение Верховного суда. Пока все это произойдет. Но, ребят, Трамп еще будет у власти целый год. До ноября 2020 года. В Мексике... На Мексику давят. В Мексике сейчас хотят полностью убрать федеральную полицию и сделать национальную гвардию, которые будут стоять на границах. И если вы пойдете подавать на убежище, то они будут создавать проблемы для того, чтобы не пускать вас просто к легальному переходу, чтобы легально подать на убежище. Скорее всего, это будут взятки, как это принято тут в Мексике. Еще раз повторюсь, что я это ощутил прям очень хорошо в Мексике, на границе с Гаватемалой. Тапачула, там просто концентрация всей коррупции, которая только может быть. Ну, аэропорт Канкун – это отдельное место. Так вот, ребята, я думаю, что к концу этого года Трамп все равно сделает так, чтобы люди не смогли въезжать в Мексику и подавать на убежище. И я вас очень прошу, я вас просто вам очень рекомендую, если вы запланировали убежище в Мексике, воспользоваться этим правом, потому что сейчас, ну, гайки закручиваются, что будет завтра уже непонятно. Все-таки решение Верховного Суда, несмотря и вопреки, это серьезное решение. Если люди, которые будут приезжать сюда в Мексику, подавать на убежище, будут оставаться здесь, в Мексике, ну, что они будут делать? Играть на этой штучке, на автооргане или что? Чем тут можно заниматься? Здесь свои люди, не знаю, чем заняться. Тут очень все дешево и зарплаты невысокие. Да и кто поедет в Мексику подавать на убежище? Тогда уж лучше в Евросоюз. Ну, а если вы хотите по визе, то, конечно же, это новость вообще не для вас, это вас не должно интересовать. В общем, друзья, ускоряйтесь. Вот что я вам скажу. Ускоряйтесь. Я вам предоставлю видео из Тихуана, из Мехикали. Мы поедем туда, посмотрим, какая сейчас там обстановка. У меня там клиент, который уже ждет 3 недели. Вот мы ее будем провожать. Она гражданка Армении, едет к своим детям. Ну и поснимаем на границе. Полностью дадим вам весь расклад всей ситуации там. Вот Мексика. Ну что тут? Погода классная. В отличие от Канкун, здесь, конечно, все мягко. Имеется в виду климат. Вообще, мы сюда приехали, чтобы встретиться с адвокатом по поводу въезда. У нас уже есть 3 варианта, чтобы обойти аэропорт Канкун, где просто такие безумные цифры за въезд с граждан Узбекистана, Кыргызстана. Еще подбивают их на всякие разные незаконные действия. Вот эти вот узбеки, которых арестовались с фальшивыми паспортами, я так думаю, они ехали по направлению, где все включено, и, видимо, их просто кто-то слил. Я так думаю. Потому что нужно быть очень смелым, чтобы ехать с российским паспортом, с неславянской внешностью. Сейчас в аэропорт Канкун, где самая такая концентрация разных картелей, и они взяли этот аэропорт вообще в оборот. Ну, так же, как и здесь, в Мехико-Сити. Я вот стою, снимаю видео, народ проходит, мексиканцы проходят, им интересно, они думают, что я журналист. Всем интересно, все хотят посмотреть в камеру. Итак, друзья, ускоряйтесь, ускоряйтесь, если хотите в Мексику, подать на убежище в США. Ну, естественно, должен быть кейс. Кейсами у нас занимается компания ЯИМИГРАНТ. Алексей недавно был здесь в Мексике со своим клиентом. Вы можете посмотреть плейлист. Девушку с ребенком звали Айнура, она уже давно в Америке, процесс выигран благодаря нашему профессионализму, квалификации, ну, и опыту, естественно. Мексику мы открыли уже более двух лет назад. Если посмотреть наш видеоканал, наш YouTube-канал, спуститься на 2016 год, вы увидите уже первые ролики, которые, самые первые, которые были из Мексики, это были наши ролики. Мы открыли эту страну для тех, кто планировал из СНГ, из Средней Азии, подать на убежище тут. Сейчас мы это популяризируем, но нашлись предприниматели, которые ради выгоды готовы на все. Всем удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok